Это сейчас полеты в космос стали обыденностью, а 85 лет назад человечество только осваивало стратосферу. Занимались этим самые отважные. В экипаж, которому предстояло подняться на десятки километров, вошли доцент Ленинградского физико-технического института Илья Усыскин, конструктор стратостата Андрей Васенко и военный пилот-аэронавт, выпускник Военно-воздушной академии Павел Федосеенко, взявший на себя функции командира. Павел Федор Федосенко, коммунист, был назначен командирами команды Стратонавтова Садим-1. Во время гражданской войны он, командир воздухоплавательного отряда, участвовал в боях за освобождение Перекопа и Крыма от Франкеля, обеспечивал разведданными войска Красной Армии, за что был награжден Орденом Красного Знавяна. Именно он подал рапорт к руководству страны с просьбой разрешить первый в истории зимний полет стратостата с целью установления рекорда. Наверху инициативу встретили положительно, лететь разрешили. Датой вошедшего в историю полета стало 30 января 1934 года. Стратостат набрал рекордную высоту в 22 тысячи метров. Однако при снижении строй вышли практически все приборы, и экипаж потерял контроль над шаром, который в итоге на огромной скорости столкнулся с землей около села Патижский острог Инсарского района Мордовии. Выжить никому не удалось, но о подвиге отважных стартонавтов помнят до сих пор. В 1963 году в Саранске установили памятник, который видит каждый гость нашего города, если прибывает на железнодорожный вокзал. Инициативой строительства этого памятника были ветераны из улики Мордовия, городского округа Саранск. Память о нашем земляке, Усыскине, ну и, соответственно, о тех людях, Федосенко и Васенко, которые совершили этот героический подвиг. Вы знаете, что их именами названы улицы нашего города. Прах стартонавтов сразу после трагедии захоронили в Кремлевской стене. В 85-ю годовщину легендарного полета у памятника стартонавтам в Саранске собрались представители молодежных патриотических организаций. Они вместе со взрослыми почтили память Ильи Усыскина, Андрея Васенко и Павла Федосеенко. Именно они проложили первую тропинку в далекий, неизведанный космос, который покорится нашей стране через 27 лет после их полета. Вячеслав Кузьменко, Максим Тузин, Владимир Надькин. Народные новости.